Дорогие студенты, снова здравствуйте! Сегодня мы будем продолжать начатую тему, сегодня второй урок. Надеюсь, вы помните о чем мы говорили в прошлый раз, потому что это продолжение предыдущей темы. Мы закончили на том, что Мессия Ишо говорил в своем учении о том, что он не знает людей, отвергающих заповеди Торы, что он не знает тех, кого он называет аномос, то есть беззаконников. И сегодня мы продолжим и будем говорить вот о чем. Собственно, кем был сам спаситель? Кем был Мессия Ишо по своей религиозно-национальной принадлежности? Ответ на этот вопрос довольно очевидный. Он, конечно, был евреем, и он был, конечно, иудеем. Здесь стоит сказать два слова, наверное, остановиться на этом моменте, потому что это важно. Очень многие воспринимают иудаизм как религию, а еврейство как национальность. И, конечно, хотя в этом есть какая-то логика, это очень ошибочное представление. Человек, например, не являющийся индусом, может начать исповедовать индуизм или буддизм. И тогда он будет украинцем или американцем, китайцем или французом, исповедующим буддизм. Человек может исповедовать ислам и при этом быть украинцем, русским, арабом, китайцем, американцем, итальянцем, исповедующим ислам. Человек может исповедовать христианство и быть при этом китайцам-христианинам, русским-христианинам или американцам-христианинам. Но человек не может быть китайцем, исповедующим иудаизмом или русским, исповедующим иудаизмом. Такого нет. Человек, который принимает на себя Синайский завет, становится иудеем, равно евреям. То есть на самом деле человек входит и становится частью народа Израиля. И нет возможности исповедовать иудаизм, не становясь евреем. Поэтому на самом деле мы должны это очень четко усвоить. Многое из того, что мы будем говорить дальше, будет связано с этим важным моментом. Так вот, Мессия, что конечно же он еврей и конечно же он иудей. Его обрезали на восьмой день, как должны обрезать по завету всех еврейских мальчиков. И весь его образ жизни от начала до конца это еврейский образ жизни. Он был религиозным евреем. Так вот, в связи с этим было бы чрезвычайно странно, если бы религиозный еврей учил бы тому, что завет, заключенный Богом с народом Израиля на Синае, отменен. И конечно же мы такого учения и не находим на страницах Евангелия нигде, ни в одном месте, где записаны речения Спасителя, где есть его прямая речь, где он учит притчами или прямо. Ничего не говорится об отмене Синайского завета. Давайте вспомним еще одну важную вещь. За что Господь Бог на протяжении всей истории народа Израиля наказывал народ Израиля? Мы об этом уже говорили, мы читали пророка Иезекииля в прошлый раз. И там говорилось как раз о том, что Бог наказывает народ Израиля именно за нарушение заповедей, данных Богом на Синае, за отступление от завета, заключенного между Богом и народом Израиля. Вот что говорится в книге Вайкра, в книге Левит, 26 глава, 43 стих. Земля оставлена будет ими и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими. То есть на самом деле Бог будет, это предсказание, потому что это еще происходит в пустыне, когда Бог дает народу заповеди до входа в обитованную землю. Бог предупреждает, что он будет наказывать свой народ за то, что народ отступает от завета. Причем главное нарушение, за которое Господь Бог наказывает народ Израиля, это нарушение суббот, потому что суббота, как мы говорили в прошлый раз, является знамением Синайского завета, так же как знамением завета Сноем является радуга. Но есть еще одна причина, серьезная причина, почему Ишуа ничего не отменял, но и открыто подчеркивал, что он этого не делает. Все мы знаем, что существуют как бы две антагонистические личности, очень важные исторические. А именно мы знаем, что есть Мессия, которого народ Израиля ждал, и мы верим, что этим Мессией является Ишуа, и что он придет еще второй раз. И есть еще вторая личность, прямо противоположная Мессия, это антимессия, ну или пользуясь греческой, христианской терминологией, Христос и антихрист. Вот что говорит Танах о Мессии. Например, 44-й Псалом, он традиционно считается Псаломом мессианским, то есть говорящим о Мессии, вот что там сказано. 44-й Псалом, 8-й стих. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя Божий Бог твой елеем радости боли соучастников твоих. Можете также посмотреть текст в Новом Завете, евреям, 1 глава, 8-й, 9 стих. Иными словами, Господь Бог говорит, что Мессия это тот, кто возлюбил Тору, возлюбил закон Божий особым образом и возненавидел отвержение Тора, то есть беззаконие. То есть, собственно, то, что мы видим в Евангелиях, когда Ишуа говорит, что беззаконников он знать не знает. Вот что говорит 118-й Псалом, 97-й, 113-й, 163-й и 165-й стих. «Как я люблю Тору твою! Весь день размышляю о ней! Вымыслы человеческие ненавижу, а Тору твою люблю! Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, Тору же твою люблю! Велик мир у любящих Тору твою, и нет им преткновения!» А вот что говорит пророк Даниил, пророчествуя о антимессии, об антихристе. Это книга пророка Данииля, 7 глава, 24-25 стих. «И после них восстанет иной царь, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон». То есть, на самом деле, антихриста, антимессию характеризуют две вещи основные. Он попытается отменить праздники Господни для народа Израиля, и он попытается отменить для народа Израиля заповеди Торы. Собственно, это подтверждается и Новым Заветом. Во втором послании в Фессалонику Шауль, апостол Павел, пишет следующее. Это 2 глава, 3 и 7 по 10 стихи. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, пока не придет прежде отступление, и не откроется человек греха сын погибели. Ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется, внимание, беззаконник, которого Господь Иешуа убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатана будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными, со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Интересно, что здесь явно, во-первых, мы видим аллюзию на пророчество Даниэля, потому что этот антихрист, который откроется, он будет беззаконником. То есть то, что говорит Даниэль, будет противиться заповедям Божьим. А второе, полное согласие с тем, что говорит на этот счет Мессия Иешуа, потому что он говорит, что чудеса не являются подтверждением принадлежности к нему. И здесь мы видим антихриста, который творит чудеса и обольщает людей. Но главный способ определить, что это не Мессия, а антихрист, именно то, что он беззаконник, то, что он отвергает заповеди Торы. Еще один важный момент о Иешуа, о котором нам следует сегодня упомянуть. Существует очень популярная идея, когда говорится, что поскольку Мессия Иешуа, Иисус Христос принес новый завет, Бог заключил через него новый завет, то, соответственно, он принес как бы и новую Тору, и новый закон. На самом деле, Иешуа не принес новую Тору. Иногда говорят, что новая Тора, и заповеди нового закона, это нагорная проповедь. Но на самом деле, это совершенно неправильное представление. Во-первых, потому что сам Иешуа никогда не называет это ни новой Торой, ни заповедями. Во-вторых, есть очень важный момент, это то, что по заповедям, как по любому закону, по закону, в какой стране вы живете, Россия, Украина, не знаю, Казахстана, Узбекистана, Израиля, нужно жить. Никто не будет говорить, что мы стремимся, стараемся соблюдать закон, это какой-то наш идеал. Но на самом деле, никто не живет буквально по нагорной проповеди. И, конечно же, христиане стараются соответствовать, но это очень далеко от того, чтобы соблюдать это как заповеди. И на самом деле, есть очень один важный момент. В учении Иешуа, по большому счету, во-первых, нет ничего такого, чего нет уже в Торе, в Танахе или в еврейской традиции. Надо признать, некоторые идеи, которые излагает в своем учении Иешуа, не были центральными в иудаизме первого века, но они были и существовали. Иными словами, он не приносит ничего специфически нового. Я знаю, христианам это кажется странным и даже обидным, потому что для христианина почему-то кажется важным, чтобы Иисус принес что-то кардинально новое. На самом деле, для еврейского мышления это как раз очень странная идея, потому что тот, кто принесет что-то совершенно кардинально новое, вступающее в противоречие с тем, что Бог уже говорил раньше, это не может быть божественным, потому что Господь Бог не изменяет себе и не изменяется. И все, что Он сказал раньше, это должно развиваться, это должно подтверждаться, это не может изменяться. Поэтому все, с чем мы имеем дело, это Тора, которую мы толкуем, которую мы применяем, которую мы должны соотнести с меняющейся жизнью, которую мы должны переместить внутрь себя, чтобы исполнять ее, чтобы любить ее и так далее, а вовсе не базируемся на том, что все должно измениться и появиться что-то новое. Еще один очень важный момент, о котором бы хотелось сказать, это то, что говорит Яков. Яков говорит, что тот, кто вникнет в закон свободы, закон совершенный и пребудет в нем, тот будет блажен. И иногда этот стих комментирует таким образом, будто бы Яков как раз подтверждает идею о том, что был как бы древний закон, который Бог дал на горе Сина, и это закон, который делает людей рабами, а Иисус принес как бы новый закон, который людей делает свободными. Эта идея базируется на совершенно ошибочном понимании сути Торы. Во-первых, давайте вспомним о том, что Господь вывел народ Израиля из рабства, а не вел народ Израиля в рабство. И закон, который был дан по дороге на горе Синай, это не закон рабства, а закон по дороге к свободе, то есть на самом деле закон свободы. Дело в том, что когда Господь дает скрижали народу Израиля, то про эти скрижали сказано. Скрижали были письмена, высеченные Богом. Высеченный харут. А еврейские мудрецы толкуют это следующим образом. Не читай харут, но читай хирут. Хирут это свобода. И говорят, потому что закон Божий это закон свободы. О чем идет речь? Что имеется в виду? Дело не в том, что Господь Бог делает человека рабом, давая свои заповеди, которые и Павел об этом пишет, святы и добры. А дело в нашем отношении к ним. Конечно, если Бог дает мне повеление, которое я исполнять не хочу, но вынужден, потому что иначе буду наказан, то, конечно же, это не свобода и рабство. Я бы хотел делать то, что хочу я, а вынужден делать то, что хочет Бог. Ситуация меняется кардинально. Никогда Господь Бог говорит, ладно, делай, что хочешь. Ситуация меняется, когда меняется мое отношение к заповедям Божьим, к Божьему закону. Когда в моем сердце появляется любовь к закону Божьему, к Торе, тогда этот закон становится вместо того, чтобы быть для меня рабством, становится для меня законом свободы. Это очень древнее учение. И, конечно же, апостол Иаков имеет именно это в виду. Когда Господь Бог обещает через пророков вложить свою Тору в наши сердца, то ничего не говорится про то, что это будет какая-то другая Тора. Речь идет о том, что Тора, которая к нам является чем-то внешним, а наши сердца каменные и ее, то есть Божьи, святые законы не любят, то когда наши сердца становятся наконец-то живыми плотяными, и Тора проникает внутрь, становится частью нас, мы любим закон Божий, как пишет об этом Давид, что заповеди Божьи сладки, как мед, и тогда это закон свободы для нас. Именно это имеет в виду Яков. Поэтому для того, чтобы понимать учение Спасителя и учение апостолов, конечно, важно знать еврейскую традицию. Мы сегодня на этом закончим. Я благодарю вас за внимание и продолжим мы наш урок в следующий раз. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова